Еще в 2019 разработчики Барнаульского генплана, это питерские специалисты, вектор развития города видели внутри него самого, на месте сноса аварийного и ветхого жилья и неработающих предприятий. Но уже сейчас вектор изменился, сообщили представители мэрии. И расширять столицу края в рамках генплана разработчики общественности собираются иначе, в северо-западном направлении в сторону аэропорта, на правый берег Аби и в южном направлении. В общей сложности это 500 гектаров. Казалось бы раздулье, но есть и свои нюансы. Вводя в оборот столь крупные территории, особенно если мы говорим о северо-западном планировочном районе, мы должны понимать, что мы нагружаем наши основные магистрали, то есть это и Павловский тракт, и проспект Красноармейский. И мы, принимая те или иные решения генерального плана, мы должны четко осознавать, как мы будем решать вопросы развития транспорта. То же самое касается и Правого берега. Застройщики Правый берег осваивать не против, но предстоит решать массу вопросов. Прежде всего, там совсем нет инженерной инфраструктуры. Там опираться надо на газ, да, прежде всего, если говорим о тепле, а все остальные вопросы решать надо. Есть направление на север, но оно тоже направление непростое. Застройщик считает, что развиваться в северном направлении можно, но в перспективе, по его мнению, вероятно, придется переносить аэропорт. Необходимость развития Правого берега Аби признает и глава города Вячеслав Франк, но в то же время считает, что это перспектива не самых ближайших лет. Ведь при нынешнем спросе на жилье строят достаточно, уверен глава города. Строитель будет строить ровно столько, сколько он продаст. 550 тысяч квадратных метров жилья мы с вами должны ввести в этом году. Дает ли город Барнолл сегодня плановые показатели? Дает. Есть ли перспективы исполнения плана? Они есть. Земельные участки, и они есть у города. Но надо понять, если мы находимся в 500 тысячах квадратных метров, то земли достаточно на такой, ну я бы сказал, большой или среднесрочный период. Новый генплан предусматривает и развитие промышленного производства на территории города. Поэтому, отвечая на вопросы развития этого сектора, мэр оперировал данными статистики. У нас индекс промышленного производства 109 сегодня. Можно простым языком, рост 9%. В крае 101. В Российской Федерации 102. Но это же цифры. На сегодняшний день в предварительном функциональном зонировании города предусмотрено две большие территории специально под развитие промышленного комплекса. Это, ну если будем говорить, территории по улице Космонавтов, по проспекту Космонавтов и территории в северо-западном планировочном районе, то есть большая территория. Вячеслав Франк добавил, что главная задача генплана – создание комфортных условий для жизни горожан. И при принятии обсуждать его должны и будут жители города. Что я вижу в своем городе, если все-таки попробовать вам ответить на этот вопрос. Нефти мы не найдем, угля мы здесь не найдем. Это комфортный, уютный, красивый город, спортивный город, город искусства, творчества. И все для этого в принципе в городе есть. Известно, что работы над генпланом предварительно должны завершить к концу этого года. Уже сейчас его активно обсуждают и архитекторы, и строители. А позже генплан представит общественности. За ней и будет окончательное слово. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. За ней тоже. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов.